Вас приветствует редакция канала Time Video Game. Сегодняшний материал непривычно короткий, но оттого не менее важный. Посвящен он ситуации, сложившейся вокруг нашего ролика об играх по Гарри Поттеру. На момент написания сценария его посмотрело уже около миллиона человек, что, конечно, не может нас не радовать, однако этот же факт омрачает повод для выпуска данного видео. Дело в том, что в ролик прокрался ряд грубых фактологических ошибок, которые большинство людей просто не заметят и пройдут дальше. Но тем, кто уже немного разбирается в теме, было что критиковать по делу. Да и сами мы не можем пустить эту ситуацию на самотек, никак ее не отрефлексировав. Посмотрит ли это видео тот же миллион человек, что и основной разбор игровых адаптаций Гарри Поттеры? Почти наверняка нет. Потому правильнее было бы попросту убрать ролик с ошибками с канала. Кто-то из вас может помнить, что у нас года два назад уже была похожая ситуация в случае с материалом «О чем лгут игры про космос?». Как раз тогда мы видео удалили и перезалили уже исправленную версию. Это было верное решение. И мы бы рады сделать точно так же и с роликом о Гарри Поттере. Но в этот раз обязательства перед партнерами нам такой возможности не оставляют. Есть и другой вариант нашей работы над ошибками. Возможно, мы могли пойти и по примеру ролика про стимпанк. Пару неточностей оттуда мы позже исправили в конце видео про ретрофутуризм. Но с адаптациями Гарри Поттера эта опция не годится, поскольку ничего тематически схожего у нас сейчас не запланировано. К тому же мы бы хотели, чтобы с исправлениями познакомилось куда больше зрителей. Потому надеемся, что этот ролик увидят и те, кто уже посмотрел основной материал. Остается два пути. Игнорировать собственные ошибки, что совсем не в нашем стиле. И вот таким вот небольшим сопроводительным роликом прояснить какие-то вещи и посыпать себе голову пеплом. По-хорошему, конечно, вся работа по перепроверке фактов должна была быть проведена автором текста загодя. Но поскольку сделанного не воротишь, автор получил втык, а мы выпускаем этот ролик. Для начала хотим искренне поблагодарить тех зрителей нашего канала, что нашли время, чтобы выписать в комментариях все неточности. Это сильно помогло. В общем, давайте уже постараемся провести работу над ошибками, внесем несколько дополнений к уже сказанному ранее в материале, ну и уделим пару слов природе возникновения подобных ошибок. Приступим. А начнем, пожалуй, с хедлайнера и настоящей звездочке видео о Гарри Поттере. Женщины-кошки. Ладно, нет, не женщины-кошки, а с потерянного члена семьи Уизли Фрэнка. Так, например, близнецы Фрэнк и Джордж Уизли обучат Гарри некоторым базовым механикам. Разумеется, это была трагическая опечатка, которую очень легко приметили сотни людей, но не менее легко пропустили мы. Конечно, имелся в виду Фред. В процессе работы порой проще всего пропустить именно самые банальные ошибки в именах. Многие даже предположили, что оговорились мы намеренно, дабы спровоцировать зрителей на комментарии. Это, разумеется, не так, но не станем отрицать статистики. Это, правда, пошло на пользу. Следом, упоминание о таинственной четвертой школе во время событий Кубка Огня. Взаимоотношения четырех школ волшебников пошли под нож. Мифическое учебное заведение появилось из-за ассоциации с уникальным для четвертого года обучения Поттера событием под названием «Турнир трех волшебников», но с четырьмя участниками. Как вы можете знать из сюжета книг и фильмов, товарищеское противостояние всегда проходило лишь между тремя представителями от трех школ. Но в Кубке Огня в ситуацию вмешался Крауч-младший. Он заколдовал артефакт, и тот выбрал молодого Гарри в качестве представителя от несуществующей четвертой школы. Именно ее мы по ошибке и упомянули. Кроме того, мы не вдались в подробности различий между троллями и ограми, посчитав их названия взаимозаменяемыми. А следом разбавляет все эпизодами с Квиддичем и побегом от Огня. В фильме, тем не менее, было четко оговорено, что из подземелья сбежал именно тролль. Вторым по популярности комментариям, после удивления от обнаружения нового члена семьи Уизли, были замечания касаемо свойства подчинения воле, которые мы присвоили заклинанию Круциатус. Подобным эффектом в первоисточнике обладало непростительное заклятие Круциатус. Хотя на самом деле, таким действием обладало другое непростительное заклятие – Империус. Империус, Кэш. Твой отец бы знал все о том. Это яркий пример ошибки, которую легко пропустить, если с первоисточником знакомился давно, но которая очень режет слух фанатам Патрианы, за что мы отдельно извиняемся. Из чуть менее очевидного, некоторые зрители также верно указали на неправильное произношение фамилии МакГонагалл, прозвучавшее как МакКонагалл. Например, игроку позволяет за профессора МакКонагалл сразиться с Северусом Снегом. Подобного рода оговорки кому-то могут показаться незначительными, но на самом деле они искажают изначальный замысел автора. Роулинг хотела сделать отсылку к Уильяму МакГонагаллу, и благодаря контрасту между именем римской богини мудрости и фамилией одного из худших поэтов Англии придать немного юмора образу строгого декана Гриффиндора. Помимо ошибок, есть и что-то, что нам хотелось бы дополнительно раскрыть. Например, разработку тайной комнаты для старших консолей. Напомним, что Евроком ответственны за версию для Xbox и GameCube, а Bright Light за версию для PS2. В материале мы взяли на себя смелость предположить, что EA Bright Light в большей степени портировала на платформу Sony проект от Евроком. Мы основываем свое предположение на статье одного из сотрудников из Евроком. В ней он рассказал, что его коллектив был немало вовлечен в разработку. В студии хотели сделать более иммерсивный проект, предлагали свои идеи и даже думали в качестве портретов на стенах игрового Хогвартса использовать стилизованные фотографии себя, своих близких и домашних животных. Правда, издатель в лице EA почти все это забраковал. Но, на наш взгляд, сама идея с портретами вряд ли возникла бы, не воспринимая Евроком этот проект как что-то очень личное. К тому же версия для Xbox и GameCube была банально технологичнее, имела значимый дополнительный контент и не полнилась некоторыми геймдизайнерскими просчетами, в отличие от игры на PS2. Все это в совокупности указывает на то, что Евроком занималась именно что созданием игры, а Bright Light скорее портированием на платформу Sony. Во всяком случае, такой вывод сделали мы. Это логично еще и потому, что ранее у Bright Light не было опыта в создании такого рода проектов с нуля. Тем не менее, как верно заметил пользователь под ником NumberFest, есть и другая точка зрения. Ни одна из игр не является ни оригиналом, ни портом. Эта версия базируется на статье от ведущего дизайнера проекта Саймона Фипса. Кстати, спасибо NumberFest за ссылку. Хотя мы не вполне согласны с его интерпретацией текста. Например, Саймон не утверждает, что он работал над философским камнем для PS2 в начале 2000-х. Он, скорее всего, и не мог бы физически. Даты не сходятся. В изложении Саймона разработка адаптации тайной комнаты для консолей выглядела следующим образом. Производственный процесс стартовал в 2000-м году, и проектом занимались параллельно сразу два коллектива – Bright Light и Евроком соответственно. В то же время, цитируем, «большая часть работы по дизайну была проделана в Bright Light». Что подразумевается в данном случае под работой по дизайну не вполне очевидно. Видимо, речь идет о дизайн-документе, скриптах, структуре уровней. Опять же, со слов Саймона, постоянно проходили общие созвоны двух коллективов и мозговой штурм для синхронизации разработки. Движок делали сообща, мир игры создавали сообща, вообще все делалось вместе – мир, дружба, жвачка. Мы предположим, что таким образом студии старались избежать сильных расхождений в версиях, которые могли бы быть вызваны архитектурой консолей. Однако опыт Евроком позволил сделать игры на Xbox более привлекательной для пользователей, в то время как Bright Light еще не успела полностью адаптироваться под технические особенности PlayStation 2. В какую из версий разработки «Тайной комнаты» верить больше, решать уже, наверное, не нам, а вам. С одной стороны, есть описание разработки от лица рядового сотрудника. Там версия на PS2 охарактеризована едва ли не как второстепенный или даже второсортный продукт. В свою очередь, описание разработки со стороны Саймона выглядит скорее как портфолио или резюме, со всеми вытекающими из этого формата нюансами повествования. У нас сложилось впечатление, что дизайн-документ действительно был создан в большей степени на стороне Bright Light, Евроком же трудилась над моделями и уровнями. А Bright Light адаптировала ее труды для PS2. Но это наше впечатление от сопоставления двух историй. В сухом остатке, что можно сказать точно, так это то, что действительно нельзя назвать версию на PS2 простым портом с Xbox. Это правда было слишком грубое обобщение с нашей стороны. Что ж, коль скоро с этой темой мы вроде бы разобрались, давайте вернемся к дальнейшему рассмотрению ошибок в видео. В ролике также говорится, что Евроком разработала в 2012 году проект по мотивам философского камня для Kinect. Это утверждение является несколько ложным. На самом деле, Гарри Поттер для Kinect охватывала ключевые события всех семи лет обучения в Хогвартсе. Следующая ошибка была допущена в описании «Гарри Поттер Квидич World Cup», где мы упомянули, что симулятор Квидича позволяет сыграть исключительно за представителей школ из других стран. Хотя на самом деле никто не запрещает соревноваться факультетом в рамках всем знакомой школы чародейства и волшебства. Мы также рассказали про слабый искусственный интеллект противников, но умудрились забыть о соревновательном режиме, все же способному доставить львиную долю удовольствия пользователям. В разговоре об адаптации «Узника Аскабана» мы сказали, что версию для ПК можно свободно переключаться между Гарри, Роном и Гермионой. Надеемся, после этого никто не пошел искать заветную кнопку переключения, ведь данная фича присуща лишь версии для PlayStation 2. На персональных компьютерах смена героев происходила исключительно по воле сюжетных скриптов. Еще один серьезный косяк с нашей стороны связан с эпизодом полета на гиппогрифе, описанном как чисто сюжетное явление. Но на самом деле пользователи могут неоднократно участвовать в мини-игре во время исследования Хогвартса. На следующую ошибку никто вроде не обратил внимания, поэтому будем считать дополнением. В блоке про кубок огня было упомянуто, что Electronic Arts не удалось привлечь к участию в игре ключевых звезд франшизы для озвучки Альтер Эго. Но это не совсем так. Да, Гарри, Рон и Гермиона действительно говорили голосами лишь похожими на голос Рэдклиффа, Гринта и Отсон. Но кое-кого из оригинального актерского состава корпорации все-таки удалось заполучить. Рэй Файнс повторил роли Волла де Морта из киноадаптации. Но все эти ошибки меркнут на фоне оплошности, допущенной в рассказе о боевой системе Ордена Феникса. В попытке объяснить скептическое отношение геймеров и прессы к новому способу произнесения заклинаний мы подобрали нерелевантные примеры ошибочной регистрации заклинаний. Во-первых, Акцио и Депульса требуют от игрока абсолютно противоположных манипуляций с мышью, а не одних и тех же. Во-вторых, игра не могла принять Исэндио за Протега и Экспелиармус, так как Инсэндио является небоевым заклинанием, использующимся исключительно на предметах. В то же время Протега и Экспелиармус применяются только в схватках с живыми противниками. Да и вообще, спутать боевые заклинания с небоевыми практически невозможно, поскольку за первые отвечает правая кнопка мыши, а за вторые — левая. Куда лучше бы здесь смотрелся пример Вингардиум, Левиоса и Репара. Оба заклинания требуют нажатия ЛКМ и схожих манипуляций с мышью. Конечно, к боевой системе Ордена Феникса можно привыкнуть, но очевидно, что удачнее она смотрелась для контроллера Нинтендо Ви, куда больше походившего на волшебную палочку. Это, конечно, не значит, что на Ви не было проблем. Тем не менее, опыт оказался чуть более приятным. Или взять, например, Дуал Шок 3, на нем полный оборот правого стика для Репара. Игра никогда не примет за Вингардиум Левиоса. Ну и напоследок поговорим о Хогвартс Легасе. В качестве первого появления проекта в инфополе мы обозначили 2020 год, когда пользователи с Reddit начали выдвигать собственные теории о грядущей игре. Но на самом деле первые утечки Хогвартс Легасе случились аж в 2018-м. За проект ответственно Avalanche Software, дочерняя студия Warner Bros. Мы же благополучно спутали ее со шведским коллективом Avalanche Studios. Авторами Just Cause. Индустрия полна сюрпризов, но отметим, что именно этого косяка многие могли уже и не увидеть, потому как YouTube позволяет подрезать подобного рода ошибки из ролика даже после публикации. Вот мы и подрезали. Напоследок, еще немного финальных рассуждений на то, как же так вышло. В комментариях писали, мол, нужно было, чтобы текст писал автор, который знаком с первоисточником. Дескать, тогда таких вот ошибок не возникло бы. Но обидная деталь в этой ситуации заключается в том, что вообще-то автор читал. И парадоксальным образом то, что автор текста был знаком с книжками Роулинг, сыграл с ним злую шутку. Человек находился в уверенности, что он совсем ознакомился и все помнит, а потому не перепроверял себя в мелочах, ошибочно полагаясь на свои знания по теме. В то же самое время редактор не менее ошибочно положился на знания и уверенность автора. Но фаршик назад не провернуть. Так что остается только вынести урок. В отрыве друг от друга, конечно, эти недочеты не кажутся чем-то критичным. Но в совокупности их набралось так много, что хватило аж на целое небольшое видео. Что хотелось бы сказать в итоге? Это экстраординарная ситуация, и ее нельзя было допускать. Нам очень хотелось бы пообещать, что отныне в видео на канале не будет ни единой ошибки. Ударить по столу и с тех пор действительно неточностей не допускать. Но это была бы совершенно лишняя бравада, потому как какие-то мелкие ошибки или оговорки в той или иной степени все равно могут в будущем пролезать в какой-то ролик. Хотя мы стараемся свести их к максимально возможному минимуму. Случаи же с Гарри Поттером или материалом про космос — это примеры, когда количество ошибок достаточно высоко, чтобы отразиться на общем качестве работы. И мы будем стараться со своей стороны делать все, дабы список подобных примеров более не пополнялся. Вот это пообещать можем. Еще раз приносим свои извинения за недостаточно ответственный подход. Надеемся, что ошибки не испортили вам настроение от просмотра. Спасибо, что остаетесь с нами. Не живите одной жизнью, живите многими. До новых встреч.